Солигорск-Векарево Место святое для каждого жителя, я думаю, не только Солигорского района, а и для жителей Беларуси, потому что именно здесь базировался первый партизанский отряд всей Великой Отечественной войны, которую создал Василий Захарович Корж. Поэтому это место имеет очень большую энергетику. Солдатские будни тоже проходят здесь, тем самым мы отдаем честь нашим предкам, которые сберегли для нас мир. Самое ценное, что есть у человека. Мои деды воевали, один и второй. Мне очень приятно здесь находиться, мне очень приятно видеть здесь ветеранов. Мне здесь приятно поддерживать эту атмосферу. Ветераны войны и по сей день в строю и не прочь тряхнут стариной, приняв участие в соревнованиях, где нужны сноровка, меткость, выносливость и творчество. Еще в прошлом году команда Совета ветеранов была почетным гостем солдатских будней, а на сей раз выступала как полноправный участник с говорящим названием «Непоседы». «Непоседы ветераны задали ритм. Наверное, победа не важная. Самое важное, чтобы мы долго помнили то, что проходило на этой земле. Долго стояли на страже мирных рубежей нашей родной Белоруссии. И дай Бог, чтобы все было хорошо». У этого мероприятия свои цели и задачи. И как настоящие солдатские будни они требуют от участников хорошей организации и дисциплины. «Дорогие участники, я очень рада вас видеть всех с Бурем. Очень радует, что команда прибавилась с прошлого года. Ну а сейчас о главном. Главное – дисциплина и порядок. Поэтому, если мы собираемся на площадке, значит, собираемся за одну минуту. Это же солдатские будни, это не праздники. Понимаете разницу? Всем желаю хорошего настроения и пусть победит сильнейший. Удачи! А борьба предстояла серьезной, потому что на звание «Сильнейший» претендовали все восемь команд. Специальный отряд педагогов отдела образования, спорта и туризма. Третьего не дано. Руководители сельскохозяйственных организаций. Молния – команда суда Солигорского района. Звезда Солигорской ГРУЧС, крылья советов, председатели селесполкомов, ветеранская команда «Непоседы». Новые участники соревнований сборной отдела идеологической работы культуры и по делам молодежи под названием «Твоя дивизия» и команда районного объединения профсоюзов «Фортуна», «Победа», «Борьба». Кстати, прошлогодний победитель и один из организаторов проекта. Конечно же, идейный вдохновитель Солигорский фонд мира. Но мы поддержали с большим удовольствием Солигорское районное объединение профсоюзов. Вот это вот предложение и участвуем с огромным удовольствием в этой программе. Профсоюзы – это всегда плечо, это всегда команда, это всегда поддержка. И вот тут мы еще раз ощутили плечо друг друга, поддержку друг друга. И поэтому я еще раз повторюсь, что надеюсь на какое-то победное место в этой военно-патриотической игре «Солдатские будни». «Солдатские будни» – военно-патриотический проект, у которого есть душа, а значит полное единение душ его участников. Встречаемся каждый год, это так приятно. И пропитываемся все боевым товарищеским духом. В наше вот сегодня очень такое непростое, сложное время. Тяжело вырваться, куда-то выехать для того, чтобы все вместе пообщаться, поделиться опытом, да и просто поговорить. Поэтому вот это мероприятие, оно так хорошо вписалось вот в наш план мероприятий до конца года. Вроде бы холодно, но нам тепло. Нам, ветеранам Великой Отечественной войны, очень приятно общаться вот в такой обстановке, как сегодня. Это праздничный отдых. И мне кажется, они сегодня не только отдыхают, но они находят здесь собеседников, которые делятся о своих успехах на производстве, в быту. И мне кажется, такие вот встречи нашим трушеникам так надо почаще устраивать. Я сегодня первый раз здесь. Мне очень приятно здесь участвовать, присутствовать. Все весело, хорошо организации. Спасибо всем организаторам, которые сегодня здесь присутствуют. Низкий поклон ветеранам всем. Дай Бог им крепкого здоровья, всего самого хорошего. И несмотря на плохую погоду, мы все просто, все здесь сплотились. Дарим всем любовь, улыбки и просто радуемся жизни. Наверное, это и есть самые такие главные в жизни моменты. А какие были разбиты стоянки? Этакий павильон Беларусьфильма. Тут вам и костер скепящие с медью, и предупредительные знаки, противотанковые ежи, анкеты и боевые листки. Словом, атрибутика, максимально приближенная к военному времени. И вот здесь нельзя было не отметить великолепную подготовку новичков солдатских будней, команду «Твоя дивизия». Идеологический актив района и культура полностью управдали свое предназначение, продемонстрировав отменный юмор, креатив, знание истории и завидный артистизм. Мы постараемся посмотреть на бывалах и внести свою лепту. Но уже впечатления, которые мы получили, которыми зарядились сегодня, я думаю, что с нами будет долгое время. Я думаю, что наша команда новичков, это будет постоянная команда на все будущие конкурсы. На пусты на речь председателя жюри и старт соревнованиям положен. Четыре этапа. Полоса препятствий, разведка, сноровка и солдатская песня. Без разъяснений организаторов не обойтись. И не так уж легко оказалось облачаться в солдатскую форму, стрелять по мишени, метать гранаты, бежать в противогазе, собирать автомат, разгадывать шифровки и выносить с поля боя раненых. И все это на время, но зато с каким азартом и воодушевлением. Молодость и зрелость вступили в неравную схватку, причем ни те, ни другие уступать не собирались. Совсем как в жизни. Это же не будний солдатский, я не знаю, сама жизнь. Полоса препятствий определила потенциальных лидеров и затем полагался небольшой перерыв, но судя по всему энергии участников было более чем достаточно и они пустились в пляс. Приятно побыть сегодня вот такой хорошей нашей команде. Ну я не хочу сказать, что мы такие уже завяли, да, ландыши. Нормальные тут мужики все, но остается в душе. Большое впечатление. Я рад, что я здесь присутствую. Я хотел бы сказать, что этим мероприятием жить дорогу, 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 перот, 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 дорогу. Только перот. Это здоровье, это позитив, энергия и просто хорошее настроение. Ощущение, конечно, просто супер. Хочется, чтобы таких мероприятий было как можно больше, потому что все-таки такие мероприятия, они сплочают людей, сплочают, причем людей всех возрастных категорий. А тут свежий воздух, а сосна, а ель. А самое главное, с нами ветераны наши, которые нам такую дали, понимаешь, к жизнью, а. Вы когда-нибудь пробовали на скорость завязывать портянку, а затем проверять ее стоя на голове? Лучше не пробуйте, потому что это подсело только настоящим виртуозам. И есть, оказывается, такие в Кривическом сельском доме культуры. Конкурс на сноровку вызвал шквал эмоций, все же самые яркие пришлись на финальную часть соревнований – солдатскую песню. Это было очень проникновенно. Нам нужно выбирать одну из двух. Жизнь или смерть, позор или свободу. Это было зажигательно. Здравствуй, парень, мой хороший, выводной. Люд зеленый, заклен кудрявый, раскудрявый весной. Это было весело. Это было трогательно до слез. День Победы, День Победы, День Победы. Этот день принес радость абсолютно всем и, прежде всего, самым главным участникам проекта. Я неоднократно участвую в этих праздниках. И всегда мне приятно вспоминать, потому что очень хорошее мероприятие. Вот так надо для молодежи и для ветеранов, поскольку ветераны передавали свой опыт молодежи. И вот эти соревнования, которые сегодня прошли, это они на высоком уровне. Я считаю, что это очень хорошее мероприятие, и они заслуживают особого внимания в районе. Организовали отдых самых, ну, можно сказать, тех, кто заслуживает этого отдыха. Организовали очень хорошо. Без наград никто не остался. Были отмечены патриотизм и сила духа. Сплоченность и солидарность. Оптимизм и настроение. Творчество и оригинальность. Есть воля к победе, но призеры остаются призерами. Третье место досталось команде идеологов и работников культуры под названием «Твоя дивизия». Отличный результат для новичков. На втором команда профсоюза «Фортуна», «Победа», «Борьба» и победителем соревнований стала команда председателей сельисполкомов «Крылья Советов». Солдатскими буднями простились до весны. С приходом весны рождаются новые идеи, а с новыми идеями приходят и новые друзья. Пусть их будет как можно больше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова